Доброе утро! В эфире новости. В студии Анна Москаленко. Вот главное к этому часу. В федеральной дороге на Алтае переводят на зимний режим работы. Для обеспечения проезда зимой задействуют более 550 единиц техники. Штормовое предупреждение сегодня продолжает действовать в Алтайском крае. Ожидаются дожди, снег, местами гололедица, порывы ветра до 28 метров в секунду. Два мастера, два стиля исполнения, разная манера работы с ватой. Два барнаульских мастера-кукольника представили свои работы. В Барнауле работает экспозиция «Ватные причуды». Федеральные дороги на Алтае переводят на зимний режим работы. Для обеспечения проезда по федеральным трассам зимой задействуют более 550 единиц техники, сообщает официальный сайт региона. Как пояснили в управлении федеральных автомобильных дорог Алтай, в крае протяженность трасс 1032 километра. Зимой на снегоочистке задействуют 442 единицы спецтехники. Сформировали запас противогололедных материалов, в том числе более 58 тысяч тонн песко-соляной смеси. Готовность техники к непогоде 100%. Запас противогололедных материалов превышает 85% от требуемого объема. Добавлю, о полной готовности подрядные организации должны будут отчитаться к 1 ноября. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Алтайском крае сегодня. Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами гололедица, усиление ветра до 20 метров в секунду, местами порывы 25-28 метров в секунду похолодания. Накануне из-за сильной бури в Барнауле падали деревья, ветки на проезжую часть и придомовые территории. Также повреждены фасады некоторых домов и ограждений. Произошло отключение электроэнергии в прекратных поселках. Барнаульцев просят по возможности оставаться в непогоду дома и не посещать общественные места, в том числе воздержаться от прогулок по паркам и зеленым зонам. Обратились в городскую администрацию к жителям. В случае возникновения ЧАЭС и происшествия просят незамедлительно сообщать по телефонам 112 и 101. Напомним, что в связи с непогодой временно закрыт для посещения парк Изумрудный. Буквы Барнаул. Город Ординоносный демонтируют с крыши дома на проспекте Красноармейском, 118. Работы начались еще в субботу. Монтажники уже сняли буквы. Конструкцию под ними уберут с помощью крановых установок. Завершат демонтаж до среды. Напомню, убрать надпись Барнаула Ординоносной решили во время плановой экспертизы. Тогда глава города Вячеслав Франк отметил, что при сильных порывах ветра конструкция может упасть. Была проведена экспертная оценка. Буквы признаны аварийными. Создают они угрозу жизни гражданам, в том числе и живущим, и их имуществу. Поэтому было решено их демонтировать. Напомню, Барнаул наградили Орденом Октябрьской революции за большой вклад в становление и укрепление советской власти в 1980 году. Тогда же конструкцию установили на кровле жилого дома. Дальнейшую судьбу букв решат жители города, общественники, депутаты и представители ветеранского движения. В селе Стан-Бехтемир Бийского района капитально отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт. Он обслуживает 900 человек. Сегодня жители села могут посетить кабинет приема, детский кабинет, смотровой и процедурный. Есть все необходимое оборудование. Ремонт провели по нацпроекту здравоохранения за счет средств федеральной программы и краевого бюджета. Общая стоимость – 2 миллиона 800 тысяч рублей. Как отметил главный врач Бийской ЦРБ Сергей Ковядин, капитальная реконструкция позволила создать оптимальные условия для работы сотрудников и приема пациентов, а также улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи для сельчан. Самые легкие экспонаты представили в выставочном зале «Отражение» Барнаульской детской библиотеки имени Чуковского. Там работает экспозиция «Ватные причуды». Какое пространство для творчества этот материал дает мастерам, посмотрите в нашем сюжете. Ангелочки, зайчики, снеговички и персонажи советских мультфильмов стоят в витринах Барнаульского выставочного зала «Отражение». На первый взгляд сложно определить, что все они сделаны из ваты. По словам Марины Анфиловой, мастера с 12-летним стажем, можно работать и с обычной медицинской ватой, но для более кропотливой работы лучше заказать специализированную. Это больше даже не игрушка, это скульптура ватная. И она трехчастная получается, то есть у нее подставка в виде тыковки сделана с семечками. То есть тут сочетание хлопковой, льняной ваты. И она так смотрится, поэтому интересно, как натуральное. Целью этой выставки для Марины стала демонстрация широких возможностей этого, казалось бы, простого материала. Для этого она пригласила для участия в проекте другого барнаульского мастера – Ксению Решетникову. Автор не боится крупных форм и стремится сделать свои фигурки реалистичными. Самые любимые объекты изображения художницы – животные. Один материал, как по-разному представляется игрушка. То есть у Ксении одни образы такие, как она в вате. Она очень интересная, вообще у нее натуралистические вещи, просто шикарные. Она молодец. У меня более миленькие ангелочки. И вместе на одном пространстве, по-моему, смотрится здорово и очень интересно. Экспозицию «Ватные причуды» можно увидеть в Центральной детской библиотеке имени Чуковского до конца ноября. Вход свободный, без возрастных ограничений. Юлия Шламова, Роман Хайрулин. Новости. Поезд Победы приедет в Барнаул завтра. Так называется музей-выставка, посвященная победе в Великой Отечественной войне. Поезд Победы – передвижной музей. На этот раз в нем 10 тематических вагонов. Они разместятся на железнодорожном вокзале в краевой столице. Посетить выставку барнаульцы могут бесплатно. Нужно лишь предварительно зарегистрироваться на сайте проекта. Регистрация откроется сегодня. Посетить экспозицию, посвященную Отечественной войне, горожане смогут до 27 октября включительно. Как не ошибиться при выборе творческой профессии? Узнали школьники на театральной встрече. Проект Барнаульской гимназии искусств и культуры дает детям возможность пообщаться с профессиональными актерами, режиссерами, хореографами, художниками по костюмам, дизайнерами и музыкантами. Очередная встреча прошла в концертном зале «Сибирь». Как понять, что творческая профессия – это для тебя? Ответ на этот вопрос помогает найти школьникам профориентационный проект «Театральные встречи». Его запустила Барнаульская гимназия искусств и культуры при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Встреча с профессионалами своего дела проходит на площадках театров и вузов города. Я решила прийти на эту встречу, потому что я хочу связать свою жизнь с театром. Я пришла для опыта. Я хочу узнать, тяжело ли быть актрисой. Такие встречи дают опыт, дают развитие в данной профессии. В этот раз школьники встретились с директором Алтайского государственного оркестра русских народных инструментов Александром Витманом и директором государственного ансамбля песни и танца «Алтай» Еленой Березиковой. Обсудили плюсы творческих профессий, поговорили и о трудностях в них. Может быть, для них это будут судьбоносные встречи. На работе мы проводим очень много времени. И понимать, чем ты хочешь заниматься всю жизнь, чтобы это было делом твоей жизни, и чтобы ты на работу ходил, как на праздник. Вот это очень важно. Прийти на театральную встречу может любой желающий. Организатор регулярно рассылает по Барнаульским школам анонсы, чтобы ученики 9-11 классов могли записаться. Встречи транслируются и в режиме онлайн. Так их могут посетить даже ребята из отдаленных сел края. Анна Москаленко, Анастасия Меншакова, Антон Еноткин. Новости. Второй этап благоустройства парка «Юбилейный» завершен. Все работы, предусмотренные на этот год, выполнены, сообщает официальный сайт города. Сделаны пешеходные дорожки и велобеговая протяженностью 3 километра 600 метров. Смонтировано освещение и видеонаблюдение. Высажено более 250 деревьев. Накануне в парке «Юбилейный» установили информационные стенды. Четыре стенда оборудовали перед главным входом со стороны Малахова. На них разместили историческую справку и схему парка, а также правила поведения на территории. Вечером стенды подсвечиваются. Напомним ранее, чтобы придать входной группе завершенный вид, на входе установили объемные световые буквы «Парк юбилейный». К этому часу у меня все. Спасибо, что были с нами. Мы встретимся в 13.00. Не переключайтесь. Хорошего вам дня. Субтитры создавал DimaTorzok